16 страниц, по 2 минуты на страницу. Давай постарайтесь в крупном, так чтобы все почувствовали, что здесь было сделано. Не поменять. Хорошо, сократиться. Информация о выполнении работ на содержание дорог и люльевых канализаций по состоянию на 1-12-2012 года. По магистральным улицам. Дорожные финансирования и директорного фонда. В 2014 году, по состоянию на 1 декабря, выполнены работы по ямочному ремонту магистральных улиц на сумму 5 млн. 770 тысяч рублей. Согласно договору 765.25.05.2014 года и дополнения к нему. Отремонтированы 24 магистральные улицы. Общая площадь ямочного ремонта магистральных улиц составила 64645.85. Общая площадь ямочного ремонта магистральных улиц. Содержание второстепенных дорог. На содержание второстепенных дороги в Страсске выделено на 2014 год 1 млн. 616 тысяч рублей. За 11 месяцев выполнена работа на сумму 1 млн. 931,6 тысяч рублей, в том числе по адресам. Выполнены ремонты асфальтобетонного покрытия в количестве 1471,8 млн. Выполнены ремонта бетонных плетей в площади 715 тысяч на площади Василия Александровича. Установлены будины бордюры по улице Упушняна, 61 погонный метр. Выполнена замена бордюров в количестве 28 погонных метров по улице Штехановича, 28 млн. Выполнены железобетонные столбы вместо бордюр в отельской площадке 553 погонных метров по улице Упушняна, 20 млн. Выполнены ремонт ограждений пешеходного моста по улице Бориса, глава на западный вокзал. Выполнены тротуары спирки 196 квадратных метров по улице Индепенденции, проявление аллеи Плассиковых. Выполнены ремонт дорог, шьевней и асфальтового бетонного лоба на 75 улицах. Израсходовано на что? 1634 квадратных метров кубических метров щебня, в том числе 412 квадратных метров кубических метров лома. Прогрегировано 32 улицы. Это не значит, что они все были полностью прогрегированы. Где частично, где частично по адресам, в зависимости от заявок, поступающих от жителей этих улиц. Мероприятия по обеспечению безопасности движения. В 2014 году из местного бюджета введено 2 млн. 350 т. л. Освоено за 11 месяцев 2 млн. 216 т. л. Эти деньги израсходованы в основном на обслуживание 42 светофорных объектов. Установлены 2 светофорных объекта новых. Это улица Киевская, улица 1 Майя, улица Тестимецана, улица Штефана Чалмаря. Также произведена замена кубиктующих на светофорных объектах. Улица Штефана Чалмаря 3, возле магазина Кидецкого, улица Калья Ешелур, улица Боцу, улица Штефана Чалмаря, улица Филипп, улица Калья Ешелур, улица Бориса Главана и улица Калья Ешелур, 8-й квартал района Восхода. Выполним также ремонт и ресторан со 171 дорожного знака. Установлено 136 новых дорожных знаков и до конца года планируется установить еще 20 новых дорожных знаков. На состоянии на 1-е 12-е 14-е года в муниципе Беллс действует 1887 дорожных знаков. Выполнено техническое обслуживание содержания на 2539 и 60-х погонных метров пешеходных отрождений, которые находятся на улице города. Нанесены полосы безопасности на дорогах и пешеходных переходах в объеме 4142 квадратных метра. По содержанию иной канализации выделено из местного бюджета на 2014 год 450 тысяч. За 11 месяцев выполнен работ на сумму 474 на десятая тысяча лей. Установлено 2,1 решетка на длинных приемниках и 4 люка на смотровых колодцах. Произведен ремонт устройства линиевых приемников и смотровых колодцов улица Штефана-Челмары, улица Святого Николая 84, улица Штефана-Челмары 2, улица Мира 145. Выполнен ремонт коллектора и приемка ливневой канализации с заменой трубопровода по улице Николая Йорга, улица Архивы, улица Конева, улица Досибал. Ливневая канализация прочищена коллекторой, прочищена ливневая канализация коллекторной машины на 11 участках. Очищены открытые канавы по улице Клодеров, улице Сереби, улице Вьеры, улица Архивы, улица Трудовая, улица Иваново-Правдор, Уреки, Кюри, Николай Йорга, Нахивово, Ель-Побинске. Выполнена ливневая канализация для взвода ливневых гвозд по улице Болгарской, 57-59. Произведена очистка решеток, ливноприемник и смотровые полосы, усмотрелые мусоры и мусора по 56 объектах или адресах. Дальний предписание за данный период на развитие ООО «Редморт-12» предписание. СРЭО «Б» и СНС «Б» с продлением опера на заплату водопровода. СРЭО «Б» и 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 «Б». По «Этлоканалу» тоже есть установление развитий после ремонта. По Крилову, по Александру Челгуна, по Иванов-Франкот. Даны разрешения также на проведение развитий. Это по прокладке сетей водопровода выдано 20 разрешений на прокладку водопровода и канализации. По ремонте трубопровода тепломагистрали дано 8 разрешений. По прокладке электрокабеля тоже 8 разрешений. По устройству автоскорянки и парковки. Касарел Арина, Десенки, улица Штепана Челмаря, 73, улица Кимске, 116. Восстановлено разрешение асфальтобетона по АБ-каналу. Восстановлено асфальтобетон 4 разрешения, общая площадь 102 квадратных метра. Дистанция электроснажения железной дороги 6,2 метра. Реднорд капитальный ремонт электрокабеля 82 квадратных метров. Также 30 квадратных метров установлены на общий дне. Поплевали у Минеска. И еще одно аэловое аэропорт Реднорд восстановлено асфальтобетон 24 разрешения, площадью 67 квадратных метров. А очереднорд восстановлено асфальтобетон 11 разрешений, площадью 332 квадратных метров. Также в Бузикеевской восстановлено асфальтобетония разрешения 15 квадратных метров. Дроби установлены на асфальтобетонии 7 квадратных метров. Акомпакт восстановлено 12 квадратных метров. Комагницкий 12 квадратных метров. Вопросы после Михайловича? 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 Ещё вопросы, связанные, Вы говорили о восстановлении от разритий до десятых квадратных метров. Это хорошо или плохо? В смысле, достаточно? Или это часть плана, или часть разритий, на которые Вы дали добро? Цифры говорят сами за себя, но сориентироваться, насколько Вы выдали разрешение и сколько восстановлено на сегодняшний день, я бы так и не уловил, можете не внимательно слушать. Нет, практически все те разрешения, которые мы выдаём, они потом, не потом вообще мы контролируем не только те разрешения, которые... То есть Вы хотите сказать, что все разрешения, которые даны при этом году, на сегодняшний день... Выполнены. За исключением тех аварийных разрешений, которые проводятся другими службами, и на которые они не ранее выдаются. Ясно. Ещё вопрос, связанный с грядированием. Вы сами сказали, что это... Есть грядирование, но ещё, наверное, какие-то вопросы. Не пытались ли Вы применить такую систему, как контроль или, скажем, хотя бы сдача представителям той или иной улицы? Потому что после товарищей работы обычно идут жалобы. Ну, вроде приехали, развернулись самосвалом, повернулись, так сказать, грейдером, а ямы как были, так и остались. Тем более, что Вы сами сказали, что практически подавляющее большинство грядирования, это по заявкам мельча. Да. То, наверное, логично было бы, чтобы после выполнения работы, или от тех, кто дал заявку, или их коллег по улице, всё-таки представить документ, подтверждающий, что да, грейдер был, он не катался, как по улице Братской, а всё-таки выполнил работу. Есть, Василий Тарасович, заведена такая книга, есть записи в ней. После того, последнего аппарата встречания, о котором я докладывал, Вы сказали это замечание, мы её внедрили, оно есть у нас всё. То есть все, сколько Вы тут назвали? Не, ну не все там, это было когда, кажется, в июле. То есть Вы внедрили такую схему? Да. Хорошо. Периодически как так будем проверять? Хорошо. Что подразумевает, в Вашем понимании, или в Вашей информации, техническое обслуживание пешеходных ограждений? Это его помылка. После зимнего мы обычно практически все эти ограждения моем, и те участки, которые необходимо, красить. Бывает, что и несколько раз в году моем. Период Славович, ничего не хотите сказать? Я в шоке. Ну, я думаю, что если это, так сказать, такая плановая профилактическая работа, то она должна выполняться без напоминаний. Руководство помыть, необходимости помыть, подправить знаки, то есть эти ограждения. Женя говорит о том, что я специально молчу месяц уже по ограждению моста. Это немножко другое. Мы тоже связаны с контролем по улице Целковского. Саровск, это вы знаете, я знаю улицу Целковского. Мы с вами говорили о необходимости, вами и специалистами, хотя бы раз в неделю объезда всех улиц, там, где есть инженерные сооружения, ограждения и те же знаки. То есть обход, объезд города обязательно должен быть периодически, как минимум раз в неделю. И на основании этого планировать свою текущую деятельность. Потому что примерно половина вашего бюджета, это идет техническое, ну то есть текущее содержание всего хозяйства, которое вам поначено. Поэтому, наверное, есть смысл на многие вопросы выходить самостоятельно, без напоминания. Так? И на том основании вообще гражданина нет. И последний вопрос. Где она? Как нет? Есть там кто-то въехал в угол и половину снес. Значит, и последний вопрос, связанный с готовностью в зимний период. Мы об этом говорим каждый год. Работы, эффективной работы ливнеприемников. Вы знаете, что в лето, вот есть какие-то проблемы у нас тут есть. На некоторых сайтах показывают, что бельцы утопают в лужах рек, в потоках рек. Зимой, при условии даже небольшой затык, при подмерзании, эта проблема становится особо натальней. На сегодняшний день, как вы оцениваете состояние ливнеприемника? Ну, в таких аварийных ситуациях, даже вот когда были последние эти дожди, как бы не возникало, нет ливнеприемника, пока все принимают. Хитрый ответ. Я же не спросил, принимая это, я спросил о гарантии. Кто-то же должен в этом городе что-то гарантировать? Ну, всю систему мы прочистили, все приливы и приемники тоже почистили. Поэтому, если что-то где-то возникнет, процессы, может быть, работаем и ликвидируем. Но есть гарантия того, что перезимуем нормально. Есть гарантия от кого? Я все-таки хочу услышать, чтобы от вас, как руководителя, да, я как руководитель отвечаю за этот участок работы, гарантирую. Но эта гарантия должна быть не того, чтобы я успокоился, а на основе того, проведенные работы, анализы, оценки, так сказать, оплаты и так далее. Хорошо. С трудом не выдавил я вас гарантию, так сказать. Если уже очень сильный будет ливень, то на это самое узкое место у нас это бульвар Минеска. Это не из-за того, что там не почищено или еще что-то. Там просто диаметр трубы не успевает принять этот очень большой потоп. И совсем последний вопрос. Уже просто ваше содействие и, может быть, не только содействие, но и от вас инициатива должна быть. Это подготовка тех объектов, которые должны будут включены в план следующих годов. В процессе капитального ремонта дорог. Вы знаете, наверное, что уже есть итоги, ну пока не официально не подведены итоги, но, тем не менее, есть уже банк, который готов нас финансировать. В первом квартале мы должны провести тендер на капитальный ремонт автомобильных дорог, но не только дорог, всего автохозяйства. И поэтому вы здесь должны быть, если не один из главных, но, во всяком случае, инициатива по многим вопросам, которые должны вытекать из-за анализа вашей оценки состояния дорог, вносить в предложение. Александр Иванович уже знает, в курсе нужно готовить материалы так, чтобы мы в течение первого квартала, к началу сезона, подвели итоги на определение подрядчика по ремонту дорожного стола хозяйства. У кого есть? У кого есть? Ну, что есть? Однако, я — я вам сейчас пока mal 함. Теперь я весь мойник.